О границе Польши и Белоруссии с польской стороны в понедельник были слышны выстрелы. Ранее до 4 тысяч беженцев с Ближнего Востока пытались прорваться в Польшу через приграничные леса. На подмогу 12 тысячам польских солдат спешат литовские военные. МВД Литвы уже предложил объявить на границе чрезвычайное положение, как на все это реагирует в Минске. Польша со вторника закрывает КПП Кузницы на границе с Белоруссией за наплыва беженцев. Ранее нелегальные мигранты разбили на границе палаточный лагерь, разожгли костры. Пока польским пограничникам и военным удается пресекать штурм ограждений. По данным Белорусского погранкомитета, с польской стороны была слышна стрельба. В лесах Гродненской области Белоруссии остается от 3 до 4 тысяч выходцев с Ближнего Востока, которые просят пропустить их дальше в Германию. Волнения среди мигрантов начались и в соседней Литве. Евгений Пельчук продолжит. Гродненская область Белоруссии, недалеко от КПП польского города Кузница. На видеозаписях сотни людей, мужчин, женщин и детей, все с багажом, рюкзаками и сумками. Пытаются преодолеть заслон польских пограничников. Ограждение на границе Белоруссии и Польши не слишком надежное. Забор кажется очень хлипким, а колючую проволоку беженцы разрезают кусачками. В ответ польские силовики выставляют щиты, в воздух поднимают авиацию. У одного из беженцев разбита голова, но он успевает сказать несколько слов журналистам. Мы благодарим Белоруссии. Вот Польша не разрешает. Почему? Богом клянусь, никто не уйдет назад. Вот Польшу хватит. Туда попал. Пожалуйста, пожалуйста. Дайте нам пройти. Столкновения продолжались весь день. В силовиков летели камни, те в ответ применяли слезоточивый газ. Белорусские издания оценивают число беженцев в 3-4 тысячи человек. Люди называют себя выходцами из Сирии и Ирака. Говорят, что здесь в основном курды. Прямо говорят, что конечная их цель не Польша, а Германия. Скандируют German German. Версию о том, как они здесь оказались, рассказывает главред Белорусской правды, сейчас проживающий в Польше Илья Добротвор. В этой зоне, приграничной с Белоруссией, достаточно давно введен причем чрезвычайного положения. Примерно по внешности это жители Сирии и Афганистана. Это примерно те люди, которые на авиарейсах попали в Белоруссию под видом туриста. Также Польша сообщает о том, что достаточно много тех, кто переходит. До этого находились на территории Российской Федерации. Среди тех, кто попадает, достаточно большое количество людей, которые знают русский язык. До этого была информация о том, что в Минске люди видели, как иммигрантов нелегально, которые находятся в Минске, к чему-то готовят, тренируются. То есть они активно проводили так называемые учения. Подобной ситуации еще не было. Фактически это первое такое настолько массовое наступление иммигрантов на границу Евросоюза. Президент Польши Анджей Дуда собрал срочное совещание с премьером и силовиками. Отменил зарубежные визиты. Военный контингент на границе увеличили до 12 тысяч человек. Волнения начались в соседней Литве. Стихийные протесты прошли в центре приема беженцев в Литовской Рукле. Власти перебрасывают войска к границе с Белоруссией и спешно достраивают свою ограду. Говорит журналист из Литвы Денис Тарасенко. Как правило, это достаточно мирные митинги, они рисуют какие-то плакаты. Если начинаются какие-то беспорядки, это быстро пресекается, в том числе и с незаточным гадом. Вот что касается кризиса на польско-белорусской границе, для властелеца это получился достаточно серьезный сигнал. У нас сейчас рассматривается возможность введения чрезвычайного положения. Комендантский час и все остальное. Варшава называет все происходящее враждебной акцией Минска. В Белоруссии ожидают провокации с польской стороны. И говорят, что беженцы хотят в Евросоюз. Еврокомиссия считает столкновение на границе продолжением попыток Минска дестабилизировать ЕС. Ей рассматривает корректировку антибелорусских санкций. А в НАТО заявили о недопустимости использования Минском беженцев в качестве гибридной тактики. Вот только Запад сам виноват в новом миграционном кризисе, считает белорусский политолог Денис Буконкин. У Белоруссии официальная позиция в том, что поток нелегальных мигрантов организован не Белоруссией. Это является естественным последствием той безответственной политики на Ближнем Востоке, которую проводили Соединенные Штаты и Евросоюз совместно. Безвизовый режим с более чем 80 странами. Республика Белоруссия считает он достаточно долго. То, что изменилась ситуация после вывода американских войск из Ирака, из Афганистана, это тоже не Белоруссию было инспирировано. Цифры невозможно сравнить с тем, что было, допустим, во времена кризиса, когда сотни тысяч людей из Сирии попадали в Грецию, Италию. Сейчас вдоль участка границы у польского города Кузница вырос палаточный лагерь. Пока Литва опасается, что беженцы попробуют найти обходной путь, погранстража Польши заверяет, что все, кто протиснулся через щели в заборе, будут возвращены в Белоруссию. А Москва не сомневается, что Минск припримет все меры для удержания ситуации с беженцами в законном русле.